Значит, я тут внезапно обнаружил на собственном сайте кнопочку, как сделать вики-страничку, а потом, как это, легким движением руки, брюки превращаются в элегантные шорты. Значит, F11 еще можно, да, спасибо. Так, ну это у нас титульная страничка. С вашего позволения, тут немножко стенка текста, это Пигров, я его прочту с выражением. Так вот, я изобрел некоторые изобретения. Видите, обыкновенная палочка, казалось бы, обыкновенный гвоздь, вбитый в торец нашей палочки, он вбит шляпкой, а острый конец его смотрит на нас, подобно смертоносному стальному жалу. Я направлю его на всякую бумажку, загрязняющую мой дачный участок, я проткну ее своим уникальным изобретением, и когда их бумажек скопятся на острие достаточно, я сниму их с гвоздя, как богатырь снимает скопья, насаженных на него врагов, и кину в бездну отхожей ямы, что в углу моего сада. Таково мое изобретение, позволяющее мне, старику, не покидать ряды несгибаемых борцов. Из-за болезни я не могу нагнуться и поднять бумажку, но благодаря обыкновенной палочке с гвоздиком я борюсь за чистоту, не сгибаясь. Ну вот, значит, я всегда делаю доклад на этой конференции, чувствую себя таким изобретателем палочки с гвоздиком, и этот доклад не исключение, этот доклад будет про то, как мы устраиваем практику по курсу язык программирования Python у нас на факультете. Значит, каковы типичные проблемы практикума? Во-первых, как уже говорилось здесь, в стиле восприятия студентов могут быть очень разные, кому-то нужно показывать картинки, кому-то нужно заставлять работать пальцами, а в случае практикума, моторной практики, вообще память пальцев, это очень важно. Я так считаю, что обязательно нужно, чтобы человек все вот это поделал ручками, а мозгом потом он это осознает. Вот, ручки все-таки первичные для нас. Окей, значит, первичная ручка упала. Вот, некоторым нужен текст, некоторым со слуха ловят. В общем, все это нужно как-то донести в одном флаконе. Во-вторых, есть такая проблема, когда человек решает задачу на семинаре, он в условиях таймпрессинга, вокруг него еще 20 человек, которые решают быстрее, чем он, и есть люди, у которых порождение алгоритмов работает очень медленно, и это всех ужасно тормозит. А напоминаю, что у нас все-таки курс не по программированию, а по питону, но, понятное дело, изучать язык программирования и не решать программистские задачи нельзя, и это тоже проблема. Еще одна проблема — это то, что люди не ходят на лекции, особенно умненькие. Они приходят и ждут, что препод им все на семинаре по-быстренькому объяснит. Тут есть некоторая ересь про то, что были такие фальшивые исследования, про то, что вообще лекции не усваиваются, и ценность лекционного чисто теоретического материала очень низкая. Я нашел хорошую статью на Хабра у человека, который, специалист, в этом деле крепко подгорело, и он развенчал эту дурацкую ересь. В общем, нет, лекция — это очень важно. Еще одна проблема практикума — это так называемый бегущий преподаватель. Когда он у доски что-то показывает, а вот там, за рядами стульев и компьютеров, человек говорит, а вот у меня ничего не получается, помогите, пожалуйста. Он подпрыгивает, перепрыгивает через провода, бежит на тот конец, и так весь семинар. И еще одна тоже проблема довольно важная — это когда, представьте себе, типичный компьютерный зал, квадратиком таким стоят компьютеры, студенты сидят лицом к компьютерам, в углу какая-то белая доска, 3х4, и теперь повернитесь к доске. И вот все эти сидящие по периметру, каждый на свой угол, от нуля градусов до 180, угол поворот шеи, очень удобно, ничего не видно, фломастеры все время кончаются. Вот. Значит, теперь относительно структуры, медленно говорю, теперь относительно структуры занятия. Значит, мы с моим коллегой, который, собственно, является основным автором этого идеи доклада, Василий Балашов, пришли к следующей структуре. Частично теорию мы все-таки рассказываем на семинаре, но очень-очень выборочно, просто для того, чтобы освежить какие-то сложные моменты. Вот. Важным моментом является режим падавана, так называемый. Он отмечен в планах семинарских, будет ссылка на планы, такой ручкой или вот таким смайликом в очках. Вот. Режим падавана — это когда преподаватель что-то делает, и прямо с ним, параллельно с этим, студент в своем куске рабочего стола делает то же самое, то есть воспроизводит пальцами пример, который показывает преподаватель. Вот. Следующий вид активности — это упражненька. Это очень-очень короткое самостоятельное задание, так сказать, одноступенчатое. Вот. Следующий режим активности — это домашка. Домашка — это уже сложные задания, алгоритмически сложные. Короче, там, где нужно применить свои знания на питоне. Вот. И еще один вид активности — это чат, то есть группа в Телеграме, в которой решаются все те вопросы, которые не умещаются в семинар. Потому что если вопрос сложный, длинный, требует обстоятельного объяснения, тратить 10 минут на объяснение на семинаре, частные проблемы, которые интересны двум людям, и интересны еще 18-й, это совсем не то. Вот. Кроме того, каждый практикум строго привязан к тематике прошедшей лекции, а лекции доступны онлайн. То есть, приходя на семинар, человек обязан быть в теме лекций, на семинар, по которому он пришел. Вот. Значит, наше открытие с Василием в этом году — это так называемая упражненько-ориентированность. Упражненько — это задание на самостоятельную работу, которое, во-первых, самостоятельное, во-вторых, строго одноступенчатое. Для того, чтобы выполнить упражненьку, не нужно в уме составлять сколько бы то ни было сложный алгоритм. Это упражненько на конструкцию языка, на ее применение. Вот. В-третьих, преподаватель выполняет упражненько вместе со студентами. Вот. Они не видят, что он делает, он не видит, что они делают. Вот. Зачем это нужно? Чтобы когда преподаватель решил уже сам, доделал упражненько, это означает, что половина студентов, у которых мозг, в общем, быстрее работает, чем у преподавателя, тоже уже доделали упражненько для контроля времени. Вот. А потом, если вдруг кто-то из студентов затупил, ты можешь вот это вот то, что ты сделал, им показать в режиме демонстрации, смотрите, как на самом деле это решается. Вот. После выполнения упражненьки следует, значит, помашите ручками, у кого готово. Точнее, не так, помашите ручками, у кого не готово все еще. Вот. Момент сохранизации. Вот. Ну и я повторюсь, на семинарах мы не даем лекционный материал, то есть потому что, почему сейчас расскажу, почти не даем, кроме тех случаев, когда нужно специально акцентировать какой-то момент на том, что было в лекциях, который сложный, по глазам студентов было видно на лекции, что не до конца понятно, вот это все. Значит, это все происходит за счет такого инструмента, который я называю доска. Про этот инструмент я делал доклад здесь же. Это такая моя, это такая моя, мой гвоздик с палочкой прошлых годов. Доска — это трансляция рабочего стола преподавателя, который занимает половину экрана рабочего стола студента. То есть у студента всегда есть полэкрана своих и полэкрана того, что происходит у меня на рабочем столе, на котором я имею возможность прямо в режиме реального времени порождать тексты на питоне. Я это делал достаточно быстро, я не первый год в теме. И вот со скоростью моего думания, со скоростью писания перед ними появляются тексты. Этот же прием я использую на лекциях. Это, мне кажется, очень важно. Заодно в этот момент включается тот самый режим падалана. Студент смотрит на окошечко и пишет свой собственный текст. Не всегда похожий на мой. А если он, наоборот, склонен, как-то у него хорошо работают зеркальные нейроны, то похожий на мой. Ну и, соответственно, решается проблема вот этой доски в заднем углу аудитории, потому что доска теперь полэкрана, не убежишь. Была еще кнопочка помощи, чтобы я мог на чужой десктоп присоединиться и там что-то сделать. Была еще кнопочка, чтобы я мог подглядеть за чужим десктопом. Это все не работает. Я заложил эту штуку, это обычная ВНЦ. Я заложил эту штуку в методику, но она оказалась невостремленной. Значит, пример рабочего стола. Вот справа вот это рабочий стол преподавателя, который занимает полэкрана. Слева это открытый студентом редактор, в котором он косплеет то, что находится справа. Вот это та самая память пальцев, вот это тот самый режим подавания, вот это все. Значит, теперь касаемо чатика. Чатик — это такая штука, группа в Телеграм. Их у нас два. Один специализированный для студентов, у которых есть практику, а второй здоровенный для всех лекций, которые я читаю. Основные теоретические вопросы мы обсуждаем в чате по лекциям, разумеется. А чатик для группы, он в основном по каким-то деталям практика, чтобы не грузить. У меня 600 человек в большом чате. Вот эти 600 человек мне очень интересно, что происходит с 20 человеками на праке. Вот. Значит, ну вот. Это часть учебного процесса. Напоминаю, что я туда выношу все длинные вопросы. Вопросы, которые требуют диалога, вопросы, которые требуют, как это по-русски, дискуссии. Значит, ну вот. И очень важный принцип. Никакого привата, никаких, значит, я тупой, у меня что-то не получается. Все вопросы типа у меня что-то не получается идут в общий чат, потому что я им всегда говорю, если у вас что-то не получилось, значит, еще у десятку людей что-то не получилось, просто вы более смелый и задаете этот вопрос. Пожалуйста, помогите товарищам, задавайте его туда. Значит, минутка самолюбования. Вот это довольно сложная задача о решении этих самых числовых ребусов, ну вот таких вот. Значит, после некоторого упражнения я сделал к нему решение, это все решение этой задачи, оно действительно решает эту задачу, верите мне. И вот я такие тизеры почву в этот чатик со словами, что, ребят, смотрите, это же простая задачка, давайте решайте. Вот. Ну, вы можете догадаться по ширине строки, что тут немножко читерства. Я применил, короче, я бы не стал так программировать. Но зато, видите, да, тизер. Да, это тоже очень хорошая мотивационная штука. Значит, теперь относительно лекций. Я читаю лекции, обязательно их теперь после ковида стримлю параллельно в YouTube. Вот. И от них остаются записи. А еще потом приходит Виталий, это наш монтажер, облагораживает их, облагораживает, как это по-русски. Вот. Убирает оттуда, значит, мои всякие, значит, кринжатину, наоборот, вставляет прикол и так далее. На лекции не прийти невозможно. Ты заходишь в YouTube в любое время и смотришь их. Чтобы не прийти на лекцию, нужно как бы вот специально каждый день себе говорить, сегодня не буду, завтра посмотрю. Да, такие студенты отпадут. Гораздо проще прийти на лекцию, если ты уже в университете. Да, если ты сидишь дома на хопе, можно не прийти. Но, если ты хоть чуть-чуть мотивирован, на лекции не прийти нельзя. И поэтому, именно поэтому я исключаю из прака, мы с Василием, это наша с ним была совместная идея, исключаем из практики вообще повторения лекционного материала. Всегда можно прийти на лекцию. Вопросы задать можно в чате, посмотреть теорию можно на лекции. На праке занимаемся праком. Понятное дело, что стрим в YouTube технически сложнее, чем просто бегание у доски и даже сидение за компьютером. Один раз 20 минут я боролся с проектом. Но что поделать. Да, кстати сказать, в YouTube чате, там же есть свой собственный чатик в YouTube, там свое собственное сообщество, там совершенно прекрасный человек с ником сокращенец, который там прям активно за всем этим следит по собственной инициативе. Кстати, ну ладно, не буду про это рассказывать, это совершенно отдельная тема. Относительно останков дистанционного обучения. Значит, во-первых, естественно используется мой собственный, еще одна палочка с гвоздиком, о которой я рассказывал на не менее чем пяти конференциях. Это наша прошивка, вернее, наша возможность сделать кастомную прошивку на базе LeafCD, которая загружается по сети. И там-то как раз встроена эта ВНЦ, доска и все остальное. Во-вторых, у меня была практика организации полностью дистанционных занятий в Ереванском филиале университета, где было даже еще сложнее. Мы туда прокидывали звук, мы туда прокидывали еще что-то, и там преподавательская машина была вообще в виртуалке, чтобы я в любое время дня и ночи мог на нее зайти, модифицировать. Но вот эта штука берет свои корни оттуда. А во время ковида мы еще отработали с Василием Балашовым методические приемы дистанционного практикума дистанционного. Что в итоге получилось? Во-первых, можно сходить посмотреть планы практикумов, как они устроены, с вот этими разметками, где подаван, где упражненько, где что. Абсолютно исключен бегающий семинарист. То есть Василий, у нас там двое, и Василий теперь только сидит на попе и правит планы практикумов, если что-то там пошло не так. В общем, не бегает почти никто. Хорошо ли или плохо, что мы исключили бегающего семинариста, вопрос непростой. Понятное дело, что с одной стороны хорошо, но с другой стороны, видимо, теряется какая-то часть практического взаимодействия, когда действительно нужна индивидуальная помощь студентам. Кажется, что это место проседает. Хочется, чтобы действительно можно было добежать и помочь, но помогать некому. Очень мало троечников. Эффект этого года, я не смог сделать формулу оценки такой, чтобы вообще были троечники. Либо у людей все хорошо или отлично, либо они просто на все забили. Мне кажется, это хорошо. У нас еще взаимные тестирования. Дети пишут тесты, а потом друг дружку заваливают этими тестами решения домашних задач, и в планах ревью и публикация итогов. Ну вот это все. Значит, я тут два слайда пропущу, времени у нас очень мало. Я не первый год занимаюсь подобной технологией, и помимо истории успеха, есть история неуспеха. Если очень коротко пересказать, если работать с непрофильными студентами, я работал с психологами, с философами вот в этом семестре, с геологами год назад, всегда один и тот же эффект. Даже несмотря на то, что вроде бы я изложил методику, которая сама себя подкрепляет. Эффект всегда один и тот же. Из аудитории 5-10% мотивированных доходят до финиша, вот этих непрофильных, остальные не доходят. Когда у меня было 7 человек геологов, выхлоп в 10% был нулевой. Когда у меня было 15 человек философов в семестре, была девушка, которая сказала, вот оказывается, чем я должна была заниматься в жизни. Одна. Ну собственно все. Я благодарен своей группе 321 за самые гуманные в мире эксперименты, эксперименты на людях, которые мы на них проводили. Я очень благодарен своему соавтору Василию Балашову, который подал идею упражнений к ориентированности. Я благодарен очень Елене Шамаевой, которая у нас тут делала доклад два года назад по питончику уже, которая сказала, что это вовсе не палочка с гвоздем, что практический опыт это очень хорошо, а когда я сел его и собрал воедино, я понял, что в общем там в этой конструкции больше деталей, чем одна палка, один гвоздь. Всем спасибо. Спасибо, да, Георгий. Буквально один вопрос, можем себе позволить, а остальное перенесем для общения. Сереж, микрофон. Если его включить, то он работает. Спасибо за очень содержательно. Я себя узнал бегающим этим семинаристом, честное слово. Да, но вопрос, можно предыдущий слайд? То есть то, что… Вот этот? Предыдущий слайд, вот этот? Десятый. А вот этот, который только что был. Вот этот. Да, вот со времен Яна Каменского вот эта вот вещь педагогики очень самая больная, низкая мотивация. Каким образом можно поднять мотивацию по-вашему? Как добиться того, чтобы и не одна девочка только сказала это то, что надо, а чтобы половина группы, а лучше даже бы еще больше все-таки дошли до конца? Смотрите, для непрофильных специальностей это вопрос для меня нерешенный. Я очень прошу организаторов вот такого рода этих самых собирать мотивированных, и с философами это отчасти получилось. А как понимаете, для факультета, даже если человек говорит, мне питон неинтересен, или мне неинтересно что-то, вот эта вот плотность пространства, где ему в общем выпасть негде, с одной стороны, а с другой стороны, я все-таки надеюсь, что я человеку, которому интересно программирование, могу рассказать про питон интересное, да, и это работает. Прошу прощения, мы заехали на время уже следующего доклада. Ну все тогда? Все, замечательно. Все остальные вопросы влечу.